Ну что ж, друзья, я думаю, вы уже порядком устали от Black Ops 3 Beta на моем канале, но я это понимаю, конечно же, и хочу подвести логическую точку в смотре мультиплеера на моем канале. Я не буду больше показывать вам, как мы играем в эту игру, потому что в бете на данный момент вот этот вот уровень является максимальным. Вот, и, соответственно, так уж оно получается, что больше я ничего разблокировать не могу, потому что мне не начисляется опыт за следующие матчи. И при этом людей выше этого уровня я не видел. Кстати, я тут ставил вот такой скоростриг под названием GI Unit, самый дорогой. Я его набил, это такой робот, который работает в двух режимах. Первый режим, он может оборонять какую-то позицию, а вторая, он следует за вами и прикрывает вас. Кстати, реально крутая штука, я его 2-3 раза набил. Это будет учитываться при полном обзоре мультиплеера Black Ops 3 Beta. Так вот, и чтобы подвести точку в этом мультиплеере, я хочу вам показать последние два режима, которые я не протестил. Это Capture the Flag и Search and Destroy. Начнем мы с режима Search and Destroy и на карте Ивак, по-моему, да, Ивак. Да, кстати, я поменял персонажу способность, у него называется она Reject, вообще, точнее, персонажа поменял. Вот. Да, и это будет Reject у нас. То есть, мы можем, по сути, иметь при себе вторую жизнь. То есть, если мы умрем, не дай бог, то наш персонаж сможет спокойно встать. И я присоединился, опять же, посреди матча уже. Не знаю, я бы вам показал какое-нибудь другое оружие здесь, но... Я просто не знаю, какое мне вам показать. Ну ладно, давайте с Арк-7 побегаем, если что, в Capture the Flag пойдем с другим оружием. Так, хорошо. Attention, vodka camp, common putain, sursum, trotair. Я не знаю, что это такое. Ну, обычный режим найти уничтожить, я смотрю, тут ничего нового нету. Блин, это враг, что ли, был? Лол. Блин. Я что-то тиммейта не успел спасти. Давайте сюда, что ли, спустимся. Я не знаю даже примерно, где здесь могут враги находиться. И посмотрите, тут даже счетчик указан, сколько врагов осталось, сколько наших осталось. Чтобы мы примерно были готовы. Так, и у нас заплентили бомбу на В, хорошо. Так. Давайте будем оборонять ее. Где-нибудь вот здесь, наверное. Hello? Враги. Fuck, fuck, fuck! Блин, ну, так получилось, к сожалению. Да, как видите, никого нет выше 28 уровня. Хотя, у них в команде только один человек такого уровня. 15 секунд, чувак, 15 секунд. Мы сделали это. Ну, ладно. Моя команда сделала это. Ну, как-то так. Да, и в следующей части мы с вами проверим режим Capture the Flag. Это будет финальная часть. И, возможно, завтра или уже сегодня я сделаю полный обзор мультиплеера. Учитывая то, что я наиграл во всех Call of Duty около 4000 часов. То есть, мнение будет довольно профессиональное, я вам сразу скажу. Так как я ни одной Call of Duty вообще не пропустил. И единственная Call of Duty, которую я не прошел сам, это была Call of Duty World at War. Все остальные я прошел. Так, я хакнул им антибеспилотник. Анти-UAV. Как? Вы видели, сколько я попал по нему? У меня опять эта водка убила, блин. Охренеть. Ну, ему вообще все равно было, я смотрю. По-моему, я в этом режиме даже убить никого не смогу, если честно. Не знаю, может быть, мне класс поменять. Может, дробовик поставить, хотя... Не, не хочу. Пинг, потеря пакетов. Нормально все это сделано, кстати. Реально. Ой, хорош. Так, ладно. Значит, 2 на 2 у нас идет матч. И бомба на А запленчено. Запленчено. Короче, поставлено. Ну, все, это поражение. Ладно, мы сейчас играем еще один матч, потому что... Не успел я даже режимом-то насладиться. Мы тоже присоединились, счет был 0-3. Эти вот звуки на заднем фоне, они уже немного раздражают каждую игру. Да, я, наверное, как проверю режим захват флага, я, наверное, в Black Ops 3 бету больше не вернусь, скорее всего. Ну, если только, чтобы сделать полный, наконец-то, детальный обзор этой игры. Если, конечно, она продлится до того момента, когда я буду это делать. Потому что я не знаю, когда она кончится. Она может кончиться и сегодня, завтра, послезавтра. Но я просто конкретно не знаю. Ну, вроде как 30-го она должна закончиться. И да, кстати, у меня прокачано 2 оружия до максимального уровня. Вот, Razorback и, значит, Arc 7. Ну, давайте какое-нибудь, может, оружие поставим сейчас крутое. XR-2. Так. Vesper. Heimaker. Нет, а снайперку я брать точно не буду, потому что снайперки это не мое. Я попробовал, мне не особо понравилось. Ну, давайте шейву возьму, ладно. Так. Ну что, поехали. Давайте отыграем матч. Кстати, вот, наверное, здесь этот reject не особо нужен. Хотя, ну да, потому что если враг тебя все-таки убьет, то... Ой, не то взял. А давайте возьмем М8, А7. Так вот, если враг вас убьет и поймет, что очков он за это не получит, то, соответственно, он захочет убить вас еще раз. Так. Там один парень у них суицид даже сделал. Но, видимо, мы опять проиграем, потому что 2 в 4 остались. И, учитывая, что один из этих двух я, я, наверное, умру. Да не, наверное, а 100%. Блин, а... А не на, короче, я понял. Один в четыре. Ну, я не вытащу. Ну, как я и говорил. В жопу это... Возьму Арк-7. Мда. Вроде более-менее, конечно, я попал по нему. Ну, я надеюсь, что они все равно немножечко пофиксят все это дело касательно урона оружия. Потому что вот тот же самый Резербэк, который все так нахваливают, я с ним играть вообще не могу. У него очень слабый урон, однако, все-таки я с него и набил один раз вот этот GI-юнит. Ну, вы все сами видели, это было классно. Он прошел просто на респу и убил меня моментально. Нет, спасибо. В этот режим я больше идти не хочу. Не хочу. Можно, в принципе, кстати, сейчас подождать его будет. Может быть, он опять сейчас тем же путем придет. Да. Мне, конечно, подходят такие режимы, как Доминейшн или... Либо Доминейшн, либо Килл Конферн, либо Хард Пойнт. Вот что-то из этих режимов. Ну, или Уничтожение. Демолишн. Так. Ну, давай-давай-давай. Аймнико, давай! Один в два. Ты же сможешь. Не, на самом деле, он, может быть, реально сможет, хотя... Не. Этот парень всегда будет писать эти три буквы, когда убийство сделает. Не. Точно в этот режим я не хочу идти. Сейчас его только затестим. Ну, просто так. Далее пойдем в заход флага. Да, пойдем в заход флага. Тоже одну-две игры сыграем. Да, одну, наверное, сыграем. Потому что у меня уже нет желания играть в эту бету. Я просто серьезно не вижу больше возможностей. Смотрите, я левел максимальный прокачал. Здесь кто? Как она не сдохла? Почему я стрелял по ней, и она не сдохла? Что это было? Ну, пофиг. Пипец. Пипец. Не, спасибо. Точно больше не пойду в этот режим. Не знаю, вот если будет новая Call of Duty, я, наверное, точно не пойду тестить режим вот этот. Я понял, что это не то. Ну, я точно не могу играть в этот режим. Ну, ладно. Моя команда раунд затащила. Так, а что тут еще есть? П-90 есть. И дробовик. Ладно, возьму П-90 это. 0-3. Это очень ужасно. Ну, я серьезно, я еще пока не могу к этому костюму привыкнуть. Ну, конечно, в таких режимах, как Domination, Team Desmatch, я уже как-то привык играть. Но не вот в это вот. Да какого хрена вы посмотрите на него? Посмотрите на этого кемпера, господи. Пипец. Я вообще, наверное, ни одного убийства в этом режиме не сделаю, потому что... Ну, как вы видите, просто они все кемперят. Вот один парень просто приземлился, и мы с тиммейтом даже не заметили его. 0-4. Ну, охренеть можно просто. Блин. Пипец. 1-3. Ну, серьезно, это уже... Нет, 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 нет. Точно не мой режим. Точно не мой режим. Ненавижу этот режим. Учитывая, кстати, то, что в Modern Warfare 3 и в Black Ops 2 я вот этот режим играю довольно неплохо. Ну, видимо, потому что все эти кемперские места уже знаю, да, и к вооружению как-то там привык. Боже. Ну, давайте так же, как они будем делать. О, минус. Реджек готов. А, нет. О, два убийства сделал. Ну, это уже что-то. Боже мой. 3 в 3, ребята. Мы-то... Минус 3. Минус 3. Хорошо. Так, на Б бомба. Блин, ребят, слушайте. Закемперил одного врага и... В итоге понял суть. Есть! Класс. Охренеть! Блин! Ну, нормально. 3-4. Ну, хоть что-то. У меня просто аж язык онемел. Я никаких комментариев просто добавить не могу. Никаких просто комментариев не могу добавить. Кстати, почему мы играли за ту сторону один раз всего? Ну, придурок, ты прыгнешь сюда или нет? Я уже тебя раскусил по полной. Он ждет там, наверное. Да, он ждет по-любому. Я даже не знаю, мне высовываться туда или нет. А, ладно, все равно бета ничего не сохранится. Рискуем. Фак ю, фак ю, фак ю. Мы это сделали. Беспилотник. Еще минус, кровожадный. Друзья, смотрите-ка, мы уже немножечко тут встали. И тащить, я смотрю. Так. Реджек. Вот, видите, такая штука, которая позволяет, по сути, вторую жизнь получить. Минус. Второй наверху. А, его убили. О, классно! Просто, просто супер. Мы должны вытащить, мы должны вытащить этот матч. А, лол! Его это... На-на... Как я вчера ее назвал на записи? Как я назвал ее? На-на... На-на-дрочь, по-моему. Ладно, не помню, в общем. На-на-хрень. Ладно. В общем, вот этот вот на-на-рой убил... Вот этого пацана. О, нет! Не-не-не-не! Какого хрена? Что это было? И я случайно на С нажал, он сделал подкат и улетел вниз. Ну, не, теперь мы точно не вытащим. Не. Пипец. Не, теперь мы 100% не вытащим, к сожалению. О, давайте на... На парня со снайперкой посмотрим. У него локус с глушителем. И сзади его враг находился. Да. Ну, он решил не мучиться. Ну, что? Ну... Не то, чтобы мне понравился режим найти-уничтожить. Нет. Он мне вообще не понравился. Пока что. Да, я, наверное, играть-то в него не буду, если только... Спустя сотни часов, наверное. Ладно, друзья, давайте... Пока на этом закончим. Давайте проверим режим заход флага. Если, конечно, я там найду людей. Если я там людей не найду, то это будет, скорее всего, финальная часть. И далее я сделаю небольшой обзор на бету Black Ops 3. Ну что? Я тогда пойду искать лобби. Продолжение следует... Продолжение следует...